В порту Сочи столкнулись и загорелись два судна. По такой легенде, в акватории сегодня прошли комплексные учения. В Сочи снижен тариф на слив жидких бытовых отходов, а для строительства новых сетей питьевой воды готов инвестпроект. В Сочи завершился форум евразийской интеграции. Участники обсудили вопросы доверия и межгосударственного сотрудничества. Стартовала многодневная велогонка Гран-при Сочи. Соревнования с богатой историей возобновились после солидного перерыва. Бойцы ФСБ, Росгвардии и полиции захватили террористов недалеко от поселка Псибай. Десять человек обезврежены. Они планировали совершить теракт в ближайшие сутки. Информация о банк-группировке поступила от спецслужб соседней республики. Именно по такой легенде прошли учения в граничащем с Карачаево-Черкесии Масовском районе. За отработкой действий наблюдали губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и руководитель регионального управления ФСБ Игорь Колосов. Учения проходили в рамках Краевого совета безопасности. В преддверии майских праздников губернатор вместе с руководителями прокуратуры, ФСБ, Следственного комитета обсудил работу всех ведомств. На Первомай и День Победы полиция, МЧС, Росгвардия и другие спецслужбы перейдут на усиленный режим работы. За порядком в крае будут следить больше трех тысяч полицейских и четыре с половиной тысячи казаков. Для самых дорогих гостей, для жителей своего района, города, создаете вот такой праздник. Поэтому создайте по-настоящему праздник. Если непосредственные участники празднований, демонстраций и мероприятий, посвященных Дню Победы, будут проживать эти события 1 мая, 9 мая, то вы должны прожить эти события, минимум, за неделю. Пройти теми же маршрутами, продумать логистику, только не принять доклад от кого-то, а сами сели, прошли, а где нужно, проехали. Здесь очень важно, чтобы взаимодействие руководителей полиции на местах с главой муниципальных образований, с казачествами было не по протоколу, а по жизни. Потому что порой тоже можно наблюдать ситуации, когда одни кучкуются, непонятно какие товарищи в одном месте, патруль кучкуется в другом месте и друг друга почему-то не видят. Мы все сидим за одним большим сейчас столом, одним большим, и он столом в Мостовской не заканчивается. В каждом муниципальном образовании его продолжение. Поэтому задайте вопрос, обозначьте ситуацию, обозначьте проблемы, если вдруг где-то что-то не склеивается. Потому что потом никаких оправданий быть не может. Мы создаем условия, и я лично максимально создаю условия для того, чтобы вы взяли и конструктивно подошли к решению любых задач. Криминогенная ситуация в крае показывает, что есть незначительный рост преступлений, совершенных на улицах и в общественных местах. В связи с чем необходимо скорректировать маршруты патрулирования сотрудников полиции, расстановка патрульно-постовых нарядов в населенных пунктах. На период праздников обеспечить круглосуточное дежурство, мест массу пребывания людей. Пениамин Кондратьев также посоветовал главам районов плотнее работать с общественностью. Это дополнительный источник информации, который часто позволяет предупреждать преступления на бытовой почве. Вы просто работаете с квартальными, четко работаете с квартальными и с руководителями ТОСов. Это та активная общественность, которая всегда готова прийти на помощь власти. Чаще встречаетесь, воздействует за систему в каждом муниципальном образовании. И вы увидите, будете обладать всей информацией, полнейшей, лучше, чем разведка. На майские праздники на дорогах увеличится поток транспорта. Чтобы избежать пробок, губернатор попросил ГИБДД поставить дополнительные посты в направлении курортных городов и Керченской переправы. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». В комплексных учениях, объявленных губернатором, принял участие и наш город. Сегодня учения развернулись в акватории морского порта и состояли из нескольких этапов. Подробнее о каждом в нашем следующем сюжете. По легенде, в море при заходе в порт сталкиваются два судна. В результате пожар. На место, это Северный Мол, прибывают пожарные расчеты. Тушение начинается сразу же с берега, а ко второму судну направляется Валерий Замараев, так называется пожарно-спасательный катер МЧС. Он оснащен пожарными мотопомпами и стационарными устройствами для тушения огня. Люди из горящего класса средства прыгнули в воду, их тоже спасали из воды и передавали сотрудникам скорой помощи. В первом этапе учения принимали участие 50 сотрудников МЧС, 22 сотрудника государственной инспекции по маломерным судам, несколько бригад скорой помощи, специалисты ресурсоснабжающих организаций, бойцы Росгвардии и УВД. Сколько плавсредств у нас находится вдоль береговой линии, в том числе в этом порту. Летом у нас очень жарко и бывают случаи, когда воспламеняются, горят, переход на другие плавсредства и так далее. Соответственно, в акватории люди отдыхают, загрязнение окружающей среды, поэтому вопрос очень важный, мы этим занимаемся. Второй этап учения – это попадание в воду нефтепродуктов. В морпорту сразу же при такой ситуации растягивают фоновое ограждение. И на ликвидацию нефтяного пятна выходит специализированное судно. Длина бонов 180 метров. Оно ограждает розлив от остальной акватории, чтобы утечка нефти не протекла на остальную акваторию. Судно, предназначенное для сбора нефтепродуктов и мусора, 91-го года постройки, в нем две емкости по 9 кубов. Специалисты считают его незаменимым для работы в акватории. Работает довольно эффективно. Одно из таких более конструктивно хороших судов. Но это все зависит от того, как загрязнено море. Если есть мусор, выходим. Пожарно-тактические учения с эвакуацией отдыхающих продолжатся завтра в Дагомысе. Пройдут также и тренировки по ликвидации ландшафтных пожаров в сельской зоне. В Сочи прошел второй сочинский форум евразийской интеграции. Впервые российские иностранные эксперты собрались на курорте в 2016 году, чтобы обсудить роль гражданского общества и народной дипломатии в развитии Шанхайской организации сотрудничества. Спустя два года изменения произошли и в мире, и внутри самой ШОС. Их объединяет идея Большой Евразии. Представители 16 стран собрались в Сочи, чтобы обсудить перспективы развития и укрепления Шанхайской организации сотрудничества. Международные делегации курорт принимает во второй раз. Первый сочинский форум евразийской интеграции состоялся в 2016-м по инициативе депутата Госдумы Константина Затулина. Мы приветствуем сам тот факт, что местом проведения этого общественно-политического мероприятия выбрали Сочи. У Сочи накоплен большой опыт проведения различного уровня мероприятий событийных. В теплой и гостеприимной обстановке актуальные вопросы международной повестки российские и иностранные ученые, политики, общественные деятели и предприниматели обсуждали в течение двух дней. В контексте событий, которые на наших глазах происходят, нападения на Сирию, продолжения конфликтов на Ближнем Востоке, как никогда, важно нам найти способ сотрудничать по горизонтали с этими странами и в политике, и в безопасности, и в экономике, и, естественно, в культуре. С момента первой встречи на площадке Сочинского форума евразийской интеграции ШОС расширилась до формата «восьмерки». К ней примкнули Пакистан и Индия. Почти половина населения земного шара, 30% мирового ВВП – такова шанхайская организация сегодня. Территория для сотрудничества тоже стала больше. Примерно сейчас 3, около 3 миллиардов населения, 15 триллионов ВВП, американских долларов ВВП – это огромные возможности для этой организации и для регионов. Но, безусловно, остаются нерешенными и некоторые проблемы. Их совершенно открыто обозначили участники пленарного совещания, которое открыло форум. Детальные обсуждения состоялись уже на секциях. Дискуссии о доверии, взаимовыгодном сотрудничестве, гуманитарной и экономической кооперации прошли в шанхайском духе и на языке народной дипломатии. Ольга Десятого, телекомпания, ФКТ. Тонны сочинского мусора могут превратиться в электроэнергию. Это станет возможно к 2021 году, когда в Сочи появится современный мусороперерабатывающий завод. Его строительство обсудили накануне на пресс-конференции. Специалисты уверяют, что работа завода не повлияет на экологию города. Сейчас в стране внедряются цивилизованные способы переработки мусора. Рай-курорт оказался одним из первых городов, где по федеральной программе появится самый современный завод по переработке отходов. Стоимость проекта – 23 миллиарда рублей. Сооружение завода, скорее всего, возьмет на себя госкорпорация «Ростех». Окончательные решения примут после конкурса. Иностранным партнером станет ведущая компания «Хитачи Зосаны-Нова». Это мировой лидер по строительству самых современных мусороперерабатывающих предприятий. Подобные заводы действуют в центре Монако, Монте-Карло, а также в столицах развитых стран мира. Современные технологии позволяют фактически полностью исключить вредные выбросы в атмосферу. Две трети завода – это работа с дымовыми газами, с очисткой. Здесь стоит сказать, что в котле температура 1260 градусов. Существует двухступенчатая система по сжиганию отходов. И, конечно же, при такой температуре разлагаются все возможные элементы, которые могут наносить вред окружающей среде. Также в производственном цикле участвует процесс вторичной очистки. В итоге, по словам специалистов, из трубы завода выходит не дым, а безвредный пар. Термическая обработка мусора с последующим превращением его в полезную электроэнергию – это современные мировые тенденции в борьбе с загрязнением планеты. Мне ясно, что перспектива города-курорта без создания подобного рода производства, она перечеркивается. И мне кажется, любому сочинцу понятно, что это необходимо сделать. Для меня, вот как для человека, который, в общем, 20 лет прожил в этом городе, и сегодня его представляет в Государственной Думе, важно, чтобы в целом город выиграл от этого, а не кто-то конкретно, а в целом город. Город-курорт важный для всей России. Место строительства объекта пока не утверждено, но на пресс-конференции заверили, что при выборе будут учитываться мнения населения. Стоит отметить, что у появления завода есть и противники. Кто-то просто не желает видеть производство по соседству, другие верят мифам о вредности мусороперерабатывающих заводов. Это нельзя, мы здесь не хотим, каменки нельзя. На полигоне, который Лао, где мы рекультивировали, хотели уже там, тоже нельзя, потому что то, что подтверждает Константин Федорович, он подтверждает то, что на самом деле мы понимаем все, что мусоропереработка нам нужна, но мы не хотим, чтобы рядом с нами это было. Так невозможно. Сейчас все твердые бытовые отходы вывозят из Сочи на полигоны края. На данный момент это район Белореченска. Около 300 километров в одну сторону. Рейс мусоровоза может длиться 22 часа, это если без пробок в период межсезонья. В вопросе утилизации отходов мы пока отстаем от зарубежных коллег. В России 95% всего мусора подвергается захоронению только 5 вторичной переработки. Швейцария, Германия считаются мировыми лидерами по переработке отходов. Эти европейские страны добились нулевого захоронения. Весь мусор превращается в полезную энергию. Эти аргументы в пользу строительства в Сочи и инициаторы проекта приводят как наиболее весомые и уж точно неоспоримые. Елена Всецна, телекомпания «ФКТ». Тема самовольного строительства в Сочи приобретает особую актуальность. К ней подключились депутаты городского собрания Сочи. Они провели с общественностью круглый стол, на заседании которого опробовали сформулировать инициативы, с которыми можно было бы обратиться и в ЗСК, и в Государственную Думу. Не секрет, что в курортном Сочи особенно остро проблема самовольного строительства. Многоквартирные дома возводят окна в окна и на землях, не предназначенных под строительство, нарушая при этом и строительные нормы, и нормы пожарной безопасности. Планировалось, что оптимальная, самая высокая плотность многоэтажной застройки не будет превышать 118 человек на гектар и займет не более 10% территории. По факту мы имеем разрастание высотной застройки многоэтажной и плотность, которая зашкаливает 400 человек на гектар в микрорайонах Мамайка, Светлана. По мнению экспертов, природный комплекс Сочи не рассчитан на такую массовую застройку. Для того, чтобы сочинские новостройки не пылали в пожарах и не были разрушены в результате мощных оползней, селий необходимо вернуться в русло градостроительных норм, отмечает Козинская. Дома возводятся согласно государственным и частным экспертизам, проектной документации и результатам инженерных изысканий. Однако, чтобы проработать все нюансы проекта будущего дома, необходимо мнение и других технических специалистов. Такая практика существовала в советские времена, и правильнее было бы снова к ней вернуться, либо создать новую структуру, занимающуюся мониторингом этих объектов. Каждый из семи экспертов на заседании круглого стола, организованного депутатами, внес свои предложения, как на местном уровне противостоять незаконному возведению жилья. Алексей Колодко, начальник отряда противопожарной службы, заметил проблему еще и в том, что при возведении многоэтажек застройщик не предусматривает подъездные пути. Последнее резонансное пожарно-педегорское тому подтверждение. Проблемные вопросы в ходе тушения пожара. Это из-за узкого проезда, плотной застройки и припаркованного транспорта на первом этапе по прибытию первых подразделений не было возможности подъехать к горячему дому и установить пожарные машины на пожарные гидранты. Ширина дороги составляла менее 6 метров. Народные избранники говорили о том, как противостоять тому, что незаконные объекты в судах получают законный статус. Такие дома продаются по меньшей цене, а, как известно, дешевое жилье привлекают потенциальных покупателей. Следовательно, спрос на самострой остается высоким. В прошлом году администрация Сочи подала более 340 исковых заявлений в суд против самостроев. Однако из рассмотренных 286 исков первой инстанции удовлетворено менее 38% от общего числа. Депутаты городского собрания предлагают к строительству жилья в городе подходить системно. У Сочи особый статус – это курорт для всей страны. И развивать в дальнейшем Сочи как мегаполис или как курортную зону с этим необходимо определиться сейчас. Хочу обратиться от имени всех участников рабочей группы, всех общественников, которые работали вот эти месяцы вместе, сообща, и от большого количества сочинцев к представителям власти, надзорных и контролирующих органов. Вы наделены властью и полномочиями. Мы просим вас, примените свою власть и полномочия по борьбе с самовольным строительством. Предложения сделают нам эксперты. Мы внесем на рассмотрение в комитеты городского собрания, в администрацию города и в прокуратуру. Для изучения и внесения предложений. Каких предложений? Может быть, где-то потребуется внесение и выйти законодательные инициативы, внесение изменений в федеральное законодательство, краевое законодательство, в полномочия тех или иных служб. Вот результат этой работы. Все озвученные предложения оформят как законодательные инициативы. Эти меры, как отметили депутаты городского собрания Сочи, направлены на сохранение красоты, самобытности и архитектуры города. Гелена Овсецин, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. В Сочи сегодня прошла общегородская планерка главы курорта. Там подвели итоги программы по приведению объектов к единому архитектурному облику и обсудили результаты борьбы с нарушителями природоохранного законодательства. В свое вступительное слово мэр начал с оценки качества работы жилищно-коммунальных и дорожных служб города. Здесь речь зашла и о приведении объектов курорта к единому архитектурному стилю. Мелочей в этом вопросе не бывает, отметил Пахомов. Побелка и покраска тех же лавочек должна стоять на одном уровне с ремонтом фасадов. За каждой территорией закреплен чиновник, и все работы должны быть завершены к 1 мая, подытожил мэр. Также большое внимание сегодня к работе по борьбе с коричневым раморным клопом, который буквально атаковал Сочи. Администрация города организовала обработку растений. На сегодняшний день она прошла на территории более 12 тысяч объектов. Нужно, чтобы собственники территории, а это парки, все муниципальные учреждения, мы знаем, что заключили договорные отношения на обработку. Но кроме муниципальных, есть еще территории санаториев, и эти территории санаториев должны заключить договорные отношения на обработку. Это надо сделать и проконтролировать. Доложили сегодня главе города и о результатах мониторинга объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. В 2017 году таких было более 17 тысяч. В результате работы, в том числе с применением крайних мер, то есть отключения от водоснабжения, неканализованных объектов стало меньше – 710. Бывшие нарушители подключились к системе канализации, установили лосы, в частных домах появились выгребные ямы. В связи с этим открытые сбросы на рельеф, в системы ливневок в городе практически отсутствуют. Выявить, если есть еще незаконные где-то сбросы, немедленно их заварить, эти трубы. Серьезнейший мониторинг, Юрий Федорович, это ваша ответственность вместе с главами. Я буду проводить эти работы, но я выборочно возьму какой-то микрорайон, который мне, я и сам знаю, например, вот я раздольную пойду и скажу, опять вода течет, ну и накажу текст, который не принимали меры. Берите, заваривайте трубы, берите, отключайте воду. Вопросы остались вывозом жидких бытовых отходов. В Сочи определены места для их слива. Расположены они на всех очистных сооружениях – Адлерских, Бзугинских, Лазаревских и Дагомысских. Стоимость приема одного куба снизили до 30 рублей. Власти рассчитывают, что такая мера позволит исключить сброс ЖБО в несанкционированных местах. Более того, мы приняли решение, что мы принимаем жидкобытовые отходы от любых людей. 150 рублей стоит сброс пятикубовой машины. Ну, то есть септик где-то у нас в городе в среднем от трех до пяти кубов. Поэтому 150 рублей уж, наверное, найдет каждый для того, чтобы заплатить, чтобы не сбросить куда-то это, например, в речку. Поэтому мы предлагаем всем, приезжайте в САХ, покупайте талончики. Талончик стоит 30 рублей, еще раз говорю, куб. И привозите, сливайте эти нечистоты в эти предусмотренные места для слива. Еще одно решение проблемы – программа МУП «Водоканал» по строительству сетей канализования. В Адлере на Черниговской работы завершены наполовину. В центре на Пластунской только начинаются. Где еще будут проложены системы централизованного водоотведения, решится 1 мая. В проект планируется вложить около 10 миллиардов рублей. К магистральным же участкам горожане должны будут подключаться за свой счет. Обращаться в «Водоканал» для заключения договора инвестирования можно уже сейчас. На Сочинской тропе здоровья пройдет субботник. А штабные уборки на Теренкуре заявил глава Сочи. Сегодня Анатолий Пахомов лично оценил состояние популярного туристического объекта. Тропу здоровья полностью отремонтировали перед Олимпиадой. Тогда в Теренкур вдохнули вторую жизнь. Обновили бетонное покрытие, установили освещение, уличную мебель, привели в порядок деревья и кусты. В целом Теренкур в хорошем состоянии, отметил во время обхода Анатолий Пахомов. Вот эти сломанные ограждения починят к 1 мая, докладывают мэру. Поторопиться нужно и с уборкой спиленных деревьев. Понятно, что эти деревья мешали высоковольтным линиям, но если уже обрезали, значит, надо и вывести. И я поставил задачу перед железной дорогой это сделать, и в течение 15 дней мы обязательно проверим, как выполняются наши решения. Обратился Анатолий Пахомов и к руководству санатория, в территории которых примыкают к тропе. Теренкур – это 10-метровая зона их ответственности, а потому нужно сообща почистить склоны, подрезать растения. Также мэр принял решение провести здесь субботник. Добавлю, что тропа здоровья в Сочи появилась в 30-х годах прошлого века. Ее протяженность 4,5 километра от Мацесты до Центрального стадиона. В советские времена Теренкур был одним из популярных способов санаторно-курортного лечения. Это дозированные пешие прогулки. Сегодня это место снова полюбилось сочинцам и гостям города. В Сочи завершился второй этап высшего дивизиона на Национальной парусной лиги. Не прошло и месяца со старта сезона, как сильнейшие их смены страны вернулись, чтобы продолжить борьбу. Ожидалось, что борьба развернется упорно, а так оно и получилось. При этом результаты прошедшего этапа можно назвать фантастическими. Почти все лидеры упустили свои позиции. А на первой строчке вырвались новички дивизиона. Команды, попавшие в высшую лигу после победы в премьер. В соревновании принимали участие 27 экипажей, каждый из которых провел по 12 гонок. Всего за три дня регаты было дано 36 стартов. Четвертое место у сочинской команды Black Sea. Яхтсмены очень уверенно начали, а в первый день вообще не оставляли соперникам никаких шансов, но подвели нервы. Ошибки привели к лишним очкам. Бронзовые медали этапа у команды Конакова River Club Дмитрия Шунина. Невероятный результат у Валерии Коваленко. Ее команда оформила полный дубль. У них вновь второе место, как и на первом этапе нового сезона. Первые два дня была очень стабильная погода, стабильный ветер, не было волны, хорошие условия. В таких условиях все команды рулят хорошо, гоняются хорошо, и мне кажется, турнирная таблица явные показатели этого. И, соответственно, нам, наверное, проще гоняться в каких-то сложных условиях, мы в них больше можем выигрывать. Золото этапа у команды Калипса из Туапсе с Максимом Тарановым на руле. Этот коллектив попал выше дивизион только в этом году. Слава Богу, выиграли и как бы оправдался. У меня на душе так отлегло немножко, потому что я очень переживал, могли завалиться. Ну, в общем, большое спасибо команде, потому что мы так все этапы зимней серии готовились очень серьезно. В рамках высшего дивизиона проекта прошла и регата детского дивизиона лиги. В ней приняли участие 10 воспитанников Сочинской спортивной школы Олимпийского резерва номер 4. Победителем регаты стал Егор Сердюк. Серебро у Павла Собченко, бронза у Данилы Лиха Ивана. Парусный марафон в Сочи все еще не закончен. В эти выходные в борьбу вступят участники премьер дивизиона лиги. В Сочи стартовала многодневная велогонка Гран-при Сочи. Она будет состоять из четырех этапов и началась сегодня на Театральной площади а завершится 21 апреля на горе Ахун. Гран-при Сочи проходит в статусе всероссийских соревнований по велоспорту на шоссе. Надо отметить, что эти соревнования с богатой историей возобновились после солидного перерыва. Расскажет Ольга Десятого. На Театральной площади около 130 спортсменов. В Сочи они приехали из Омской, Иркутской, Самарской, Тюменской, Новосибирской, Калининградской, Тульской, из Москвы и Санкт-Петербурга. Одним словом, со всей страны. На старт выходит около 130 участников. Сильнейшие команды регионов, молодежных составов. Ну и есть именитые победители, призеры России. Чемпион мира Ковалев у нас участвует. Вот такой состав. Велогонку Гран-при Сочи возобновили после солидного перерыва. Первая многодневка стартовала в далеком апреле 1954 года как отбор на чемпионат мира. Более 10 лет она здесь не проводилась. По понятным причинам была подготовка к Олимпийским играм. Велоспорт для города Сочи традиционный вид спорта. И всегда очень много жителей города Сочи занимались велоспортом. И мы рассчитываем на то, что благодаря этой велогонке мы на новый уровень выведем велосипедный спорт в городе. И многие дети для себя выберут этот спорт как основной вид. Нынешняя гонка, она 64-я в истории, открывает велосезон в стране. Ее посвятили предстоящему Дню Победы. Ну а для Победы в многодневке спортсменам предстоит преодолеть 4 этапа. Сегодня это более 150 километров из центра Сочи до Красной Поляны. Трасса разнообразная. Равнина, горы, подъемы и спуски. Крутить педали велосипедистам предстоит порядка 4-х часов. Кстати, к участникам турнира сегодня присоединились и ветераны спорта. В былые времена эту сочинскую гонку не раз проезжали и отбирались на гонку мира и тоже были членами сборной Советского Союза. Просто она в крови, эта гонка, и мы вам благодарны, что вы ее возобновили. Второй этап многодневной велогонки Гран-при Сочи стартует завтра в Олимпийском парке. Третий пройдет в селе Монастырь, завершится турнир 21 апреля на вершине горы Ахун. Ольга Десятого, Михаил Дубинин, телекомпания, ФКТ. Ну а все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Инга Габеши. Спасибо за внимание и всего вам самого доброго.